Застой желчи. Эффективное средство при застое желчи. Если у вас болит под ложечкой, то скорее всего у вас холестаз, а по-простому застой желчи. Желчь становится более концентрированной и напоминает желе. Поэтому человек чувствует помеху внутри, которая не болит, а мешает. Мешает нагибаться, переносить что-то тяжелое, даже оборачиваться назад. Ощущение постороннего предмета внутри сильно действует на нервы. Другие симптомы застоя желчи. Болезненность в правом подреберье. Постоянная усталость, головокружение, слабость. Появление изжоги, отрыжки, подташнивания. Иногда появляется горечь во рту, неприятный запах изо рта. Запор или наоборот понос. Может возникнуть легкая желтушность склер и кожных покровов. В запущенных случаях кожный зуд, светлый кал и темная моча. Если в желчном пузыре найдутся центры кристаллизации, то образуются камни, которые состоят из холестерина, билирубина и из солей кальция. А если камень будет большой, то он неминуемо застрянет в желчном протоке и вызовет приступ желчной кулики. Давайте не будем доводить свой организм до желчекаменной болезни, а приведем желчь в нормальное состояние. Первое. Желчегонные средства, применяемые при застое желчи. Первое. Травы желчегонного действия. Второе. Соблюдение диеты. Третье. Освоение техники самомассажа желчевыводящих протоков и печени. Четвертое. Классический тюбаж. Тюбаж по Демьянову. Пятое. Чистка печени растительным маслом и лимонным соком. Приступим. Первое. Желчегонный сбор приобретаем в аптеке. Алохол, холосаз, попаверин и т.д. При начальных стадиях застоя желчи практически любой желчегонный сбор будет эффективен. Помимо желчегонного эффекта, травы, входящие в сбор, очищают организм от лямбли и апистархоза. Эти паразиты обычно живут в желчных протоках печени, поджелудочной и могут также провоцировать застой желчи. Второе. Желчегонные продукты. Диета при застое желчи должна провоцировать регулярный отток желчи. Первое. При застое желчи врачи традиционно рекомендуют диету номер пять. Второе. Желчегонными жидкостями являются молоко, небольшой жирности и растительные масла. Третье. Желчегонные блюда. Ягоды, фрукты, овощи и соки из них. Многозерновые хлебцы, хлопья. Солить пищу нужно поменьше, она задерживает жидкость в организме. Третье. Массаж при затрудненном оттоке желчи. Иногда может возникнуть болевой приступ из-за застоя желчи, но под рукой нет ни медикаментов, ни отвара из лечебных трав. Тогда помогут массажные движения. Они освобождают пузырь от лишней желчи, помогают профилактике накопления песка и образования камней. Двумя скрещенными ладонями найти область печени, под ребрами с правой стороны, ближе к пупку. Затем создать мягкие давящие движения снизу вверх вовнутрь. На выдохе. Вдох, расслабляем пальцы, выдох, нажатие на пять секунд. Остановите видео и медленно посмотрите, куда надо надавливать. Хорошо использовать технику вибраций. Положение рук, как описано выше. На выдохе, производить легкие вибрирующие движения с нажимом на область печени. Массаж поможет расслабить желчевыводящие протоки. Желчь по ним начнет проходить без затруднений. Спазм пройдет. Четвертое. Тюбаж по Демьянову. Смотрите отдельное видео. Пятое. Мощная очистка печени растительным маслом и лимонным соком. Переходите по ссылочке под видео и посмотрите, как я чистил печенку. А теперь, когда мы устранили застой желчи, нужно все-таки подумать, почему он возник. Чтобы не повторять лечение холестаза еще раз. Но об этом в следующем видео. Продолжение следует...